К другим новостям. Итоги модернизации образования подвели сегодня на расширенном заседании коллегии отрасли. О том, что удалось, что осталось невыполненным и что предстоит сделать уже в следующем году, говорили педагоги, руководители учебных заведений, главы муниципалитетов. Основные показатели озвучил министр образования Владимир Иванов. В текущем году в обновление материальной и технической базы образовательных учреждений вложено около 2,5 миллиардов рублей, в том числе 900 миллионов из федерального бюджета. Большая часть средств, миллиард 600 миллионов, потрачена на капитальный ремонт, еще 700 миллионов – на компьютерное, учебно-лабораторное, медицинское оборудование, модернизацию пищеблоков. Впервые бесплатными учебниками обеспечены все ученики первых-вторых классов и 80% третьих-четвертых классов, а также все дети из социально незащищенных семей. Построены шесть новых детских садов на полторы тысячи человек. До конца года достроят еще пять. Могло быть семь, но подрядчики в Чебоксарах и Чебоксарском районе свои обязательства не выполнили. Оба объекта переносятся на следующий год. Особое внимание Владимир Иванов уделил работе по повышению заработной платы педагогов всех рангов. В результате принятых мер к концу года средняя цифра у школьных учителей должна составить 15244 рубля, или 88% от средней по республике. У детсадовских работников с учетом декабрьского повышения 12836 рублей, или 80% от средней республиканской. Однако повышение проходит не везде ровно, по целому ряду обстоятельств. Это вызывает недовольство в педагогических рядах. Министр образования пообещал сделать систему распределения средств более прозрачной. С учетом того, что с 1 января запускается госстатистика в разрезе каждой школы по мониторингу зарплаты, и при том это будет уже доступно в интерактивном режиме, то у нас появится механизм реально увидеть картину как в разрезе каждого образовательного учреждения, так и в разрезе муниципалитетов. Поэтому я думаю в январь-февраль мы проведем и семинар сегодня в декабре со всеми учреждениями, чтобы грамотно провести мониторинг, проанализировать каждую ситуацию и соответственно принять решение. К разговору о зарплате подключился и глава республики, потребовав ответа у каждого руководителя отстающего района. Когда общеобразовательные школы выплачивают получку, какого числа? 25-26? Вот мы договариваемся, профсоюзу тоже, Зея Николаевна прошу взять на контроль, партийный, общественный контроль. Вот числа 28-29 будем подводить итоги. Михаил Игнатьев напомнил и об обязанностях глав муниципалитетов по привлечению в отрасль молодых специалистов, поручив им в ближайшее время провести совещание с директорами школ, где предметно с аналитикой, выводами и конкретными предложениями обсудить кадровую политику. По сравнению с другими регионами Российской Федерации у нас показатели достойные, я хочу сказать. То есть в целом комплекс мер применяем, мы справляемся с вами. Но вот те вещи, которые сейчас мы как раз обсудили, я сам лично решил поинтересоваться, ответов почти что не получил, друзья, товарищи. Поэтому вам надо здесь потянуться. И как раз обсуждаем вопрос. И вопрос у нас в повестке дня задача на 2013 год. И все укушения мы должны исправить уже в начале календарного 2013 года. Еще одно поручение всем руководителям образовательных учреждений и отрасли в целом. К 1 октября 2013 года обеспечить 100% охват детей питанием в школьных столовых. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика.